Ну, то, что Надежда Васильевна так сказала, что я такой тихий, покойный, не всегда было такое, что я прям безоговорочно ее поддерживал. Конечно, по-первых, я не верил. Сетевой маркетинг, это все, это не для тебя, ты учительница, учи детей, дети, это наше будущее, это важнее, это все, правда, десятые. Ну, в связи с этим, естественно, когда мои мировоззрения менялись, я уже по-другому стал на компанию «Марикей» смотреть, уже как бы включился в эту игру, пригласить друга. Когда Надежда Васильевна сказала, что ждет от меня ответной речи, я думаю, ну, что я могу сказать, я думаю, надо вредные советы сказать. И, причем, вредные советы мужчинам, чьи женщины, чьи жены работают «Марикей». Записывайте на телевизору. Я потом в Ютьюбе выложу, так. Если женщина заняться «Марикей» захотела, у нее ничего не выйдет, это ясный ежур. Вы ей деньги не давайте на крема и аромат. Надо, пусть сама мозгами шевелит, где их достать. Спать всегда ложитесь раньше, чтобы ее не испугаться. Вид лица в ужасной маске не для глаза мужика. Целовать ее не стоит. Крема слой на вкус не очень. Только кошкам он по вкусу, шерсть становится меньше. На себе не позволяйтесь ставить вы эксперименты. Марсимон, что позволяйте, это пена для бритья. Пена, чудное создание химиков американских, стал ей пользоваться, сразу раздражение прошло. Аплодисменты! Ну и еще неплохо пахнет high intensity на коже. Мал по малу, между делом, три флакона простал. Если трескается кожа на руках, в мороз и стужу, без кремов не обойдешься, станет мягкой руками. Женщине такая нежность очень нравится, поверьте. Будет ласково мурлыка и просить еще погладить. Вывод я такой озвучил. То, что мужу предлагает, с дальним делает прицелом для себя и для семьи. В конце, что вредные советы все-таки перешли в полезные советы, компания сама за себя говорит, то есть хочешь не хочешь уже как бы тянет, то есть руки уже все в креме. Вот вы поделитесь опытом. Как Александр Николаевич все-таки дает обошел? Запрашивай. Вот расскажите, как так? Сейчас мы ей слово дадим. Сейчас она на очередь до нее дойдет. Алина. АПЛОДИСМЕНТЫ